Катя, я решил заботиться о твоем здоровье и хочу послушать, как бедствует ее сердце. А я хочу узнать, Женя, в каком кармане лежит твоя зарплата. В правом, Катя, в правом. Ну, конечно, Женя, ты же борешься за правое дело. Когда на телестудии сократили штат, режиссер Петренко пошел работать в больницу хирургом. Там он у пациентов вырезал слабые и неинтересные места. В нашей программе останутся самые сильные и интересные места. Поверьте нашему режиссеру. Мы начинаем. Здравствуйте, в эфире программа «Правое дело». И в студии Евгений Куликов. И Екатерина Дубровина. Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач. Нашим телезрителям всегда становится легче после консультации с Евгением Куликовым, потому что он юрист. И так, Женя, к нам, как всегда, поступил вопрос телезрителя, который я тебе предлагаю выслушать. Сергей Петрович из города Симферополя спрашивает. В поликлинике предложили подписать согласие на оказание медицинских услуг. Нужно ли его подписывать и для чего? Ну, оказание медицинских услуг также должно регламентироваться какими-то нормами. Не только законом, но и, возможно, двусторонними соглашениями. Такое согласие может выступить как договор некий между пациентом и врачом. Именно это согласие таким договором в этом случае может быть. Так как врачи, медсестры, другой персонал будут оказывать какие-либо манипуляции, воздействия на пациента, то это должно происходить по его согласию. Потому как по закону такое согласие обязательно. Подписывая такой документ, пациент соглашается на то, что врачи будут оказывать ему медицинскую услугу. Подписывать его нужно, если он хочет лечиться, и обязательно. Но это и в его интересах, насколько я понимаю. И в его интересах, соответственно, потому как там регламентировано, кто что будет делать и за что будет отвечать. Пускай читает внимательно и подписывает. Спасибо тебе, Жень, за твою исчерпывающую консультацию. Катя, не за что. Я всегда готов проконсультировать и ответить на вопросы телезрителей. Спасибо. А у нас на площадке теперь работает стол юристов. Приходите к нам на программу и получайте бесплатную юридическую консультацию. Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки женщины, говорил Авиценна. У нашего гостя сегодня сильные руки и очень доброе сердце. Мы рады встрече сегодня с заместителем министра здравоохранения Республики Крым Горенко Александром Ивановичем, заслуженным врачом Украины. Добрый день, Александр Иванович. Рады вас очень видеть. Расскажите, что сейчас из себя представляет структура здравоохранения и к кому теперь бежать? На сегодняшний момент беспорядок принимается или не принимается? Вот, к сожалению, мы должны пройти этот период, причем все. Сейчас мы работаем в страховой медицине. Страховая медицина, как любая другая страховая отрасль, имеет и права, и обязанности. Причем и застрахованного лица в том числе. Поэтому для того, чтобы обеспечить бесплатность оказания медицинской помощи для гражданина, он обязан выдержать некоторые условия. Причем условия канцелярские, можно так сказать, бюрократические. Но без этого мы не сможем. Это нужно и для медицинских работников, и для пациентов. Сейчас это абуза для всех. Потому что раньше человек шел, не заполнил статистический талон, ничего страшного не произошло. Сейчас не заполнил статистический талон, больница не получит средств из-за этого обслуженного пациента. Могу признать свои ошибки, наши ошибки. Это практически отсутствие информатизации, электронного документа оборота. Мы же до сих пор, ручка и карандаш, это наше орудие, а не компьютер и компьютерная программа. А сейчас что изменилось? Мы сейчас, надо сказать, что Российской Федерации было направлено деньги не только на медикаменты и питание. Были направлены деньги на модернизацию здравоохранения, на информатизацию здравоохранения. Вообще, было выбрано для реформы здравоохранения у нас в Крыму три краеугольных камня. Первое, это кадры, персонал, укрепление, обучение его и материальная мотивация к труду. В прошлом году мы поднимали заработную плату медицинскому персоналу. Откровенно сказать можно, что поднимали чисто тому, чтобы подогнать к российскому среднему уровню. То есть, не получив отдачу. Это тоже не совсем правильный материальный стимул. Второе, это модернизация медоборудования. Это ремонты и закупка медицинского уровня. И третье, это информатизация, чтобы мы могли работать в новых современных технологиях. Чтобы убрало бы очереди. Нельзя объять необъятное, наверное, все сразу получится. Да, к сожалению, не все. Мы тоже сами учимся. То есть, мы, как и все пациенты, тоже учимся, набиваем шишки. Ну вот, возвращаясь к тому вопросу. Так в итоге, без полюса, это законное право отказать или такого права нет? Скажу конкретно. Если человек не имеет этого полюса, не попадает под этот гарантированный уровень, то ему никто не может отказать в экстренной неотложной помощи, когда жизнь связана с жизнью. То есть, даже если полюса нет, не имеет права? Во-первых, скорая помощь бесплатна для всех. Кроме этого, неотложная помощь в стационаре, в париклинике тоже, но до предела вывода из критического состояния угрозы жизни. Это закон таков. Какова практика? Естественно, мы не имеем механизма сейчас прекратить лечение человека, если у него нет полюса. Это сейчас наша проблема. Бытует мнение, что без полюса умрешь, и никто не сделает. Это неправда. У нас сотни и тысячи людей получают медицинскую помощь без полюса. То есть, если вызовешь скорую помощь, она к тебе приедет и помощь тебе окажет, не переживай. Не только скорую помощь. Даже, могу даже так сказать, что такое роды. Роды – это ведь не болезнь, это физиологический акт. Поэтому, это естественная жизненная ситуация. Поэтому, если человек без полюса попадет в родильный зал во время родов, то у него роды примут. А то у нас здесь страшат, что будете рожать на улице и так далее. Не надо доводить до этого. Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы пользоваться медицинской помощью незаконно. Родовые сертификаты, которые Российской Федерации уже начинаете выдавать? Да, уже будем. Мы пока не в полной мере наши граждане, женщины могут использовать. То есть, пока у нас нет такого порядка, не отработан, чтобы человек сам выбирал себе родильный дом, нес туда средства, за ним они шли. Это принцип правильный. То есть, здесь будут элементы конкуренции. Потому что сейчас, на мой взгляд, это правильно, это стимулировать будет саму медицину. Потому что уравниловка никогда к хорошему ничего не приводила. Административное распределение тоже. Конкуренция – это движитель. То есть, она заставит медицинские организации работать по-новому. Экономика в бюджетном здравоохранении, экономики здравоохранения практически не было. То есть, не было никакой необходимости руководителям изыскать дополнительные средства, улучшать качество труда. Потому что он получал финансирование на койку из бюджета и все. Нам на передачу очень много звонков. Телезритель поступает с таким самым, наверное, главным вопросом – получение инвалидности. Да, вот непосредственно на прошлой неделе позвонила женщина и сказала, что у меня ребенок болит гемофилией. Но, я так понимаю, не может получить инвалидность. Уж не знаю, какие подробности. Вот эти вопросы как-то изменились. Как в таких случаях поступать пациентам и родителям, и неродителям? Да, расскажу. Значит, здесь, кстати, очень интересный вопрос, это как раз на стыке наших реформ. Медико-социальная экспертиза, то есть назначение инвалидности в Украине относилось к здравоохранению. В Российской Федерации это уже система социальной защиты. То есть, это уже не здравоохранение. То есть, здесь разделены функции и полномочия. Медицинские работники проводят обследование, ставят диагноз, а экспертизу инвалидности определяют уже работники не медицинского звена. То есть, здесь нет взаимосвязи, это разделили. Поэтому медико-социальная экспертиза, это федеральное казенное учреждение, созданное у нас в Крыму, и входит в систему Министерства труда и социальной защиты. То есть, к здравоохранению никакого отношения не имеет. Многие у нас, как бы, считают так, вот у меня диабет, у меня нет инвалидности, а у соседа диабет, у него есть инвалидность. То есть, по показателям, по клинической картине? Болезненностью является нарушение человека, не сама болезнь, а ее осложнения, приведшие к нарушению трудоспособности, нарушению самообслуживания, нарушению социальной адаптации. Вот это и оценится экспертными комиссиями. Порядок обращения. Медицинская организация имеет право направить на экспертную комиссию, сам гражданин имеет право. Высокотехнологическая медицинская помощь. Насколько сейчас доступна она? Кто может рассчитывать на ее получение, на получение такой помощи? Вот за буквально несколько месяцев прошлого года и вот два, почти уже три месяца этого года у нас получили более двух тысяч человек направление в центральной клинике России от Тюмени до Калининграда и уже пролечены с высокотехнологичной помощью и специализированной медицинской помощью. И у нас в гостях сегодня Кристина Голубева с нашим самым маленьким участником программы. Кристин, представь сына своего. Здравствуйте, его зовут Голубев Тимур, ему 6 месяцев. Расскажи, пожалуйста, свою историю, как вы узнали об этом диагнозе и когда Тимуру пришлось пережить все то, что он пережил. Мы глубоко недоношенные и попали в реанимацию. На 28-й неделе мы рожденные. В период наблюдения выявилось, что у нас открыт порог Баталова. И наш лечащий врач связывался с Москвой, с Питером, отправлял наши диагнозы болезней. И вот Питер согласился нас взять. И мы очень быстро собрали документы. Даже не мы, а врач нам помог. За сколько занял сбор документов? Вы знаете, наверное, где-то за день все это мы оформили быстренько. А на следующий день вот уже за ним приехал борт МЧС и его отправили. Сейчас все у нас хорошо. Есть еще диагнозы, над которыми мы работаем. А так у нас уже много достижений. Мы догоняем своих сверстников. У нас много умелок уже. Все, слава Богу, обошлось. Скажи, хочешь кому-то сказать добрые слова, слова благодарности за своего сына? Да, хотелось бы сказать большое спасибо врачам, во-первых, которые спасли моего сына. Большое спасибо медперсоналу. Они очень хорошо относились к моему ребенку, к нам. Всегда находили теплые, добрые слова в поддержку. Они всегда подбадривали нас. И они нам внушали надежду. И вот эта надежда, она... Да, и спасли такое замечательное чудо. Мы желаем, чтобы в следующий раз к нам пришел Тимур уже, будучи юристом. И давал уже правые консультации вместе или вместо Евгения. Да, спасибо большое. Мы все это сделаем до сих дней. Спасибо вам большое. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо. Крым – это курортное место, да. Фактически в каждом городе есть санаторий, который оказывает медицинские услуги в том числе. И вот за последние два месяца несколько, можно сказать, таких событий произошло. То установили срок получить медицинскую лицензию для санаторно-курортных объектов до середины этого года, если мне память не изменяет. А потом постановление правительства уже Российской Федерации продлили до семнадцатого года. Вот на сегодняшний момент какая ситуация? То есть все санаторно-курортные комплексы размещения будут оказывать эти услуги без лицензии? Контроль какой-то будет происходить? Здесь юридически какие-то вещи будут предприниматься? Или им все-таки надо оказывать и в рамках закона? Лицензии, которые действуют сейчас украинские, они действуют до первого июля. Это фармацевтическая деятельность, медицинская деятельность. Хочу отметить, что только медицинская деятельность будет уведомительного характера. Фармацевтическая деятельность, деятельность по обороту наркотиков легальному, она должна проходить по закону всей Российской Федерации. То есть требования-то остаются? Остаются. Что касается санатория. Санаторий имеет в основном лицензии. Поэтому они могут работать сейчас по украинским лицензиям до лета. А за это время они должны... Они могут, кстати, никто не лишил права подавать документы на лицензирование в обычном порядке. То есть они будут выдаваться? Они будут выдаваться. И я же говорю, что никто не лишил права получать лицензию в обыкновенном установленном законном порядке. Есть право уведомительного характера. Воспользоваться этим может руководитель предприятия, может не воспользоваться. Но контроль Росздравнадзора не ослаблен. Понятно. Это я так провокационные вопросы задаю, чтобы поднять градусы и интерес. Просто проблема для многих действительно большая была. И когда постановления правительства продлили срок, все как-то, наверное, выдохнули и вдохнули. Потому что требования немаленькие. И получить лицензию, наверное, непросто. Александр Иванович, такой практичный вопрос. Многие к нам обращаются. Как обслуживаются в полиглинике дети? Я сам по первой своей профессии детский врач. И могу с удовольствием сказать, что наиболее эффективно создана работа в детстве и родоспоможении. Дети, как и взрослые, тоже имеют полюса. Говорят, что нужно паспорт родителей еще в поликлинику, ксерокопия. Нет? Нет, ну для того, чтобы показать, что это ребенок этого родителя. Здесь ведь кто может представлять... То есть процедура доказывания, да, сейчас необходимых требований никаких не предъявляется. Особых требований нет. Дело в том, что, вот понимаете, видите, как мы привыкли жить без закона. Вот это практичный вопрос. Во-первых, ни один пациент не должен обслуживаться в лечебном учреждении, не удостоверив свою личность. Это было и у нас раньше, и сейчас. Откуда медицинский работник знает, что это пришел Иванов, а не Петров или Сидоров, как по второй карте написано? Раз, потом. Заводит на него историю болезни, берет на себя ответственность. Кто знает, что кого? Может, раскрывающийся преступник ложится в больницу. А может быть, это не мама этого ребенка. Все ясно. Поэтому его законный представитель, а законность представления нужны документами. Ну а что-то изменилось? Ну это один раз, потом же уже будет знать. В обеспечении медицинской помощи в школах, допустим, в детских садах. Здесь какие-то изменения происходят? Или в принципе там все уже было? Нет, изменения происходят, вот все эти изменения, которые происходят в нашей организации медицинской деятельности, они не должны касаться граждан. То есть для гражданина ведь нет разницы, какой механизм оплаты больницы со страховой компанией. Не должно. Поэтому то же самое в школах. Изменения происходят. Изменения в порядке финансирования. А в порядке медицинского наблюдения. Изменения происходят только в ту сторону, что теперь каждый школьник должен быть обследован, пройти диспансеризацию, которая положена в Министерство здравоохранения Российской Федерации, соблюдать правила иммунизации, соблюдать правила режима и еще сдать ГТО. Ну ГТО как-то уже начинает сдавать. Сейчас это будет все, все это сейчас как раз, сейчас идет в стране процесс приобщения к массовой физической культуре всего населения. Ну это же хорошо на самом деле. Конечно хорошо, это важно, потому что ведь что такое, вот у нас еще пока нет. Я бы считал бы, может опять так крамольно, что такое у нас в Западе страховая медицина. То есть права и обязанности пациента. Если пациенту положено пройти диспансерное наблюдение раз в год, а он его не прошел, он теряет потом право на бесплатное страховое возмещение. Поэтому у нас пока только есть права у граждан. Обязанности они не хотят. У нас страна более социально ориентированнее, чем на Западе. Мы должны заботиться. Ну что опять же, медицинские работники, вообще медицина, здравоохранение может только помочь человеку сохранить свое здоровье, ну и в тяжелых случаях его поправить. А обзаботиться о своем здоровье, принимать меры для сохранения своего здоровья, это обязан сам человек. У нас здесь присутствуют гости. Ваши будущие коллеги, вот пришли с пустыми руками. Мы уже сейчас коллеги. Медицинские работники становятся коллегами. И замечу, что называть их уже нужно по имени-отчеству с первого курса медицинского университета. Тогда мы попросим представиться всех по имени-отчеству. И если у них есть вопросы, их выслушайте. Александр Иванович, здравствуйте. Меня зовут Мария Захарова. Я председатель студсовета первого медфакультета. У меня к вам такой вопрос. Мы все знаем, что еще буквально пару лет назад наши студенты-выпускники бюджетной формы обучения должны были проходить обязательную отработку в качестве врачей в семейной практике. Скажите, пожалуйста, есть ли в российском правовом поле что-либо подобное? Иными словами, должны ли наши студенты-выпускники отрабатывать либо же в поликлиниках, либо же, может быть, в качестве земских врачей? Сейчас выпускники медицинских вузов Российской Федерации бюджетной формой обучения не распределяются никуда, а сами находят себе место трудоустройства. В 2016 году планируется, выпускники медицинских вузов не будут проходить даже интернатур. Вам это говорили про это? Но будет какая-то другая форма. На мой взгляд, было бы лучше, чтобы все выпускники вузов шли сначала работать в общую практику, то, что мы называем семейное или первичное звено. И проработав в первичном звене, получив опыт работы в первичном звене, от САХИ так называется, только потом бы уже становились нейрохирургами, кардиологами, невропатологами. Студентка пятого курса Рыжкина Маргарита, хотел бы вас спросить, студенты, которые закончили медицинскую академию, могут ли поступать на ординатуру в другие регионы России? И если могут, то на каких основаниях? Студенты закончили медицинскую академию, являются свободными людьми в свободной стране, в Российской Федерации. Мы теперь получим диплом в Министерство образования, а ординатура интернатуры является следующей ступенькой медицинского образования. Сможем ли мы поступить на ординатуру в медицинские вузы Российской Федерации? А если бы вы получили диплом в частном вузе, вы бы сказали, что мы получили диплом частника? Никакое правовое значение будет иметь. Диплом получается по специальности. У вас в дипломе будет написана специальность, которая вам присвоена, при успешной сдаче экзаменов, и в дальнейшем вы можете продолжать свою профессиональную или научную деятельность. Скажите, пожалуйста, такой вопрос тоже довольно насущный среди студентов. Как будет происходить, собственно, распределение? Ведь это все тоже зависит от Министерства здравоохранения напрямую. Ведь дается квот определенная, да? В этом году нужно больше педиатров, в этом году больше нейрохирургов. Как вообще будет проходить? Мы, понимаете, мы не знаем, в принципе. Понимаем, что все будут сами искать трудоустройство, но, в принципе, вот по специальностям. Кто больше нужен? Заказ государственных есть. Вы знаете, вот если сейчас мы скажем, что хоть одна специальность врачебная у нас укомплектована на 100%, то мы будем не правы. У нас есть такие врачебные специальности, дефицит которых составляет до 70%. Это большое. И это благодаря тому, что 44% наших врачей пенсионного возраста. Нагрузка возросла, интенсивность труда возросла, психологическая ответственность возросла. К сожалению, доходы настолько не возросли, как хотелось бы. Поэтому дефицит врачей сохраняется у нас, как и во всех субъектах Российской Федерации. Мы просто очень хотим, чтобы выпускники нашего вуза остались у нас в Крыму. Мы с удовольствием примем всех докторов, особенно наших выпускников, даже с дипломом Министерства образования. У нас еще есть гость, очень дорогой, наверное, для вас. Это бабушка нашего Тимура, который сегодня уже имел возможность поблагодарить, пока еще не он, но его мама, за помощь, оказанную вами, этому ребенку. Я бы хотела поблагодарить всех врачей, которые оказали помощь моему внуку. Врачей Белогорской больницы. Врачей больницы на Титова. И огромную тоже благодарность врачам Института Алмазова, куда нас направили. Извините за эмоции, мы просто столько выплакали слез, и я хочу сказать, что я сама жительница Донецка, и мы просто удивлялись, что лечение здесь все бесплатное. Так как наш ребенок уже родился в Крыму, и папа у него крымчанин, ну, как бы он стал гражданином Российской Федерации, и поэтому нам оказали, помощь была нам оказана бесплатно полностью. За это, конечно, мы были очень удивлены, потому что, ну, вы тоже жили раньше в Украине и знали, какие бы это колоссальные были деньги на лечение потрачены. Вот, если говорить о том, что одну ампулу, одна ампула лекарств, которых кололи нашим деткам, стоила по 300 евро, а им кололи по три раза в день, то, ну, вы сами понимаете, и вы на лечение не потратили ни копейки, за что очень большое спасибо. Спасибо вам большое, что вы нашли силы к себе прийти, спасибо вам. Вот это сейчас пример для наших молодых будущих докторов. Тяжелая профессия медицинского работника, очень тяжелая. Часто мы обижаемся, нервничаем, злимся. Но вот из-за таких минут, из-за спасенных человеческих жизней и сохраненного здоровья стоит, наверное, наш труд. Я думаю, стоит большего. Александр Иванович, принимайте благодарности в лице всех врачей, ну, так получилось сегодня, да, Крыма. Я думаю, это не один случай от многих. Спасибо вам просто за работу, за свой ежедневный труд, который вы... За ваш труд, за то, что вы живо интересуетесь проблемами простых граждан. И которые вы осуществляете каждый день, а то порой и каждый час. Понимаете, какая была ситуация у медицинских работников? Государство поставило так в Украине, что врач оказался виноват. За то, что нет средств в больнице, за то, что нет средств у человека. Поставили перед выбором, вот лицом к лицу, пациента и врача. И врач, который не может сделать ничего. И он становился, ну, как бы, тем той мишенью. Это очень морально тяжело. Почему у нас такой дефицит врачей? Потому что моральный груз был гораздо тяжелее, чем, вот, допустим, материальный, там, нехватка зарублата и того. Только подвижники остались. И вот всегда мы говорим, я очень благодарен тем докторам, тем медсестрам, тем санитаркам, тем работникам здравоохранения, которые, может быть, не пошли на более легкие заработки, на более легкий труд и остались верны своей профессии. Я вот молодежи, которые здесь, это коллеги уже, не будущие, а настоящие коллеги. Хочу вот им пожелать, чтобы они все-таки не разочаровались в своей профессии, потому что это высокие слова. Но когда вы видите, что вы можете кому-то спасти, это не оценить никакими деньгами, никакой заработной платы. Спасибо. Большое спасибо, что вы пришли, подарили нам столько приятных минут и столько добрых человеческих эмоций. Большое вам спасибо. Ждем вас еще, Александр Иванович. Не прощаемся. Приходите, пожалуйста, к нам в гости с вопросами. Мы всегда готовы здесь все обсудить, все проблемы. Спасибо. До встречи. Спасибо. А мы напоминаем, что задать вопрос эксперту, получить консультацию юриста и минуту славы вы можете в нашей программе. Если у вас возникли вопросы, звоните нам по телефону, либо обращайтесь на электронную почту, которую вы сейчас видите на своем экране. Мы не устаем благодарить нашего гостеприимного партнера информационный супермаркет «Атриум» за радушный прием и творческую атмосферу. В каждой больнице есть два вида пациентов. Одни серьезно больны, другие жалуются на питание. А мы со своей стороны желаем вам жаловаться только на питание и только в нашу программу. И до встречи в следующий вторник в программе «Правое дело». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!